Донецкая Народная Республика. На линии фронта без перемен. Днём люди отдыхают, готовятся к ночи. А вот как наступает темнота, как раз артобстрелы, ожидания диверсионных групп. И люди находятся в полной боевой готовности. Танкоопасное направление. За Донецким аэропортом украинские войска. Разведка ДНР предупреждает. Там копят силы. Здесь готовятся к обороне. Мёрзлая земля. А остальное всё легко. А шахтёры есть бывшие? Я с бывших шахтёров. Слушай, ну и что, здесь приходится тоже копать. Думал солдат вроде это. Всё приходится делать в армии. И копать, и строить. А в тылу этих позиций сегодня утром раздался взрыв. В Донецке дома покачнулись. Всё произошло на казённом заводе химических изделий. Это Куйбышевский район, северо-западная окраина города. Вот воронка. Запах то ли тротил, то ли что-то такое. Сейчас химики будут работать, посмотрим. Но это явно прилёт, явно какой-то боеприпас. Сейчас будут проверять всё это дело. Мы наблюдали, как на разведку приехали военные химики. Ребят, скажите, а что в первую очередь проверяется? Наличие химических отравляющих веществ. Методы какие используются? Войсковой прибор химической разведки. ВПХР, да? Так точно. Ну и что, ребят? Жить будем. Нормально, да? Да. Индикаторами ничего не показывают. Что это было вообще? Скорее всего, фугас, что такое? Калибр крупный, но это даже не 152-я. Это 100%. Сейчас вот работают, посмотрят. И по осколке проверят, и на химсостав возьмут. Прилёт мощный, пробило крышу. Вошло сюда, и разрушение, вы сами видите, вокруг раскидало, как всё. Блоки бетонные раскидало, как бумажные. Во времена СССР завод выпускал взрывчатку для шахт и начинку для боеприпасов. Потом здесь утилизировали снаряды. 20 сентября 2014 года сюда уже прилетала украинская ракета «Точка-У». Сейчас завод разрушен. Александр Сладков, Виталий Дуплич, Игорь Уклеин, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вести. Донецк.